Здравствуйте, коллеги! Мы на Prodexpo 2021. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня, Наталья. Здравствуйте! Добрый день! У Натальи сегодня будет выступление, но его пока не было, и еще ценнее это то, что она вначале пришла к нам на интервью. Нам очень интересно, какую тему вы сегодня будете раскрывать. Я буду сегодня рассказывать о том, как посчитать эффект от внедрения новых алгоритмов для управления запасами. И эти алгоритмы основаны на интересной методологии, методологии теории ограничений. Я расскажу о том, как посчитать, какой потенциал вообще от внедрения есть в компании, и какие калькуляторы или какие модели мы можем дать нашим сотрудникам, для того, чтобы они принимали более выгодные для компании решения, чтобы росла в ваших компаниях прибыль. Ваша компания и занимается именно этим вопросом, да? Да, наша компания Stucam Consulting, она специализируется именно на консалтинге, обучении и внедрении программного продукта Stucam, который разработан на основе этих алгоритмов теории ограничений Голдерда. Это еще один вариант, когда нужно максимально подготовиться интеллектуально, для того, чтобы прибыль и все остальное уже в реальной жизни давало максимальный выхлоп. Правильно? Ну, я бы не сказала, что нужно максимально подготовиться интеллектуально. Мы как раз берем на себя создание инструментов для сотрудников, чтобы им не нужно было тратить много усилий на рутинные операции, на расчеты. Это все делает за них программный продукт. Они фактически только моделируют, какие показатели, какие условия поставок они могут изменить. Там частоту поставщика могут изменить, кратность заказа и так далее. И как изменятся от этого результаты. Система им быстро, буквально за секунду, это все покажет и расскажет. 21 век. Скажите, есть ли какие-то тенденции в вашей отрасли, когда будет максимально автоматизирован вообще весь процесс, когда человек один может работать уже за целую команду из 50 человек, например? На самом деле внедрение таких систем как раз и позволяет максимально автоматизировать труд. И бизнесы начинают расти без расширения штата людей. То есть максимально рутинные процессы мы забираем на программный продукт, а людей освобождаем для принятия решений умственных, там, где человек нужен, человеческий мозг нужен. Например, переговоры с поставщиком, оценка ассортимента, расширение ассортимента, поиск новых точек для открытия магазинов и тому подобное. Там человек нужен. Все, что может посчитать система, лучше доверить системе. Пусть она это делает быстро и надежно. Замечательно. 21 век. Наталья, мы желаем вам сегодня удачного выступления. Спасибо, что пришли к нам.